Всем привет! Сегодня мы поехали в Гонконг. У нас сегодня семейное путешествие. Самая главная причина, почему мы делаем выезд в Гонконг, это визовый режим. У нас бизнес виза, у нас и у детей тоже бизнес виза. Годовая виза с коридором 90 дней. То есть, что это означает? В Китае нельзя находиться больше 90 дней. То есть, мы можем находиться в Китае только 90 дней. Затем мы должны покинуть Китай обязательно. Для того, чтобы покинуть Китай, мы выезжаем в Гонконг, так как Гонконг это другая страна, там свой визовый режим. И россиянам въезд в Гонконг на 14 дней без визы. Без визы. Вот. Мы выезжаем в Гонконг и тем самым делаем выезд из Китая. Затем въезжаем в Китай, у нас открывается новый коридор, который действует также 90 дней. Визы мы делаем второй раз через московскую компанию, которая называется «Будь в Китай». Первый раз мы делали визу так же, годовая виза с коридором 90 дней. Эта виза нам стоила 52 тысячи рублей в том году. На всю семью? В этом году цены подняли консульский сбор и визы стали дороже. В этом году мы купили визу за 72 тысячи рублей на всю семью. Но это все равно дешевле, чем через другие какие-то компании. Мы очень много отслеживали. Также получается из Хуанчжоу нам удобно делать выезд в Макао. То есть либо в Гонконг, либо в Макао. Но в Макао мы ни разу не были. Планировали этот выезд сделать в Макао. Но, к сожалению, планы сложились так, что они у нас были очень забиты. И наш друг Александр, который живет в Шри Джейнеем, он не смог поехать с нами в Макао. Он нам обещал показать Макао. Но у него дела работают. Да, и поэтому мы решили поехать в Гонконг. Как бы Гонконг мы уже немного знаем. Мы уже знаем, где можно погулять и так далее. И знаем, как добраться до Гонконга. Знаем все тонкости на границе. Ну, то есть для нас не будет ничего нового. И мы решили пойти по более знакомому пути, чтобы безопаснее было. Потому что мы с детьми. А если бы мы вдвоем были, возможно, мы бы поехали в Макао. Да, можно. Так что смотрите дальше. Поехали в Гонконг. Поезд Южного вокзала Гуанчжоу приезжает на станцию Шэньчжэньбэй. Сейчас я покажу, где эта станция. Вот Шэньчжэнь Нордстэйшн. Это мы вот туда приехали, да? Мы вот сюда приехали, да. И сейчас нам нужно на станцию Лоху. Ищем, где эта станция. Лоху. Первая линия. Два билета. Дети бесплатно в метро. Здесь все они. Все, ребята, с вокзала на метро мы доехали до станции Лоху. И тут сразу же переход на границу Гонконга. Сейчас будем заполнять бумажки и проходить границу. Здесь можно денежки поменять. Ребята, так вот выглядит граница с Гонконгом. Ну все, мы прошли границы. Но границы снимать нельзя. Вот так выглядят гонконгские денежки. Это на 500 тысяч максимально. Метро мне в Гонконге вообще не нравится. Небезопасное. Все, ребята, вышли из метро. Сейчас, в общем, ребята, мы пытаемся зайти какой-нибудь конкретно в китайский райончик. Мы хотим покушать. И хотим прям китайскую кухню конкретную, гонконгскую. Сейчас что-нибудь поищем. Вот так вот Гонконг выглядит. Посмотрите, как мало места. А там как-то раз и заканчивается. А пойдем прямо, да и все. Так, вот, в общем, налево, если пойти, будет на Тонроуд. Так, здесь надо будет внимательно. Левостороннее движение. Надо будет внимательно. Буквально вот недавно дождик был. Прямо видно, что пролило дождик. Мы с собой не зонт, ничего не взяли. Поэтому как бы нас не залило, да, Гать? Да. Очень много вот этих штук. Я не знаю, это, видимо, как народная медицина там что-то такое. Нет, там витамины, по-моему, кто-то продает. Еще что-то. Ну-ка, девчата, давайте займем. А я видела... Я видела дожденки, привозят из Гонконга какие-то ножки. Витамины, да? Вот рыбий жир, да? Да, да. Рыбий жир. Нашли, в общем, какое-то кафе. Пойдем пробовать. О, народу много. Это блюдо очень вкусно выглядит. У него разные все, получается. У нас вот тут в столе прямо приборы все лежат. Здесь все приборы. Все, не надо закрывать. Так, у меня вот здесь в тарелке рис. Какой-то с мясным соусом. Курица все. И курица. Очень вкусно. Рис, капуста. Слушай, тут столько курицы вообще. Да, мяса много они кладут. Так, ребят, попробуем. Такой вот, с рисом так вот захватим. Гонконгская кухня. Другая. Очень отличается от китайской, да? Ну да. Вкусно. Вкусно, говорит. Она и выглядит прикольно, да? Да, и да, очень красиво выглядит. Как будто ненастанчиво и красиво, да? Завтра бабушка приедет. Да, завтра бабушка приедет. Будем с бабушкой гулять, да? Да. Будем ее снимать. Будем ее снимать. Будем попросить ее, чтобы она сказала. Всем пока-пока. Подписывайтесь на наш канал. Так, а где я подъеду в супермаркет? Вон, сюда-сюда. Налево-налево. Так, в общем, мы нашли какой-то супермаркет. Хотим в супермаркете чего-нибудь водички сладенько купить. Чего-нибудь сладенького, в общем. Твикс стоит 14,5 баксов. Гонконгских долларов. Обычный классический Твикс 7,5. Вот такой чай у нас в Китае, ну, в магазине 4 юаня будет стоить примерно. По-разному. 4,4 с половином, да, в среднем 4 юаня. Здесь он стоит 8,8 аж. Два раза дороже, да? Да, да, да. А это Гонконг, детка. У меня, да? Поля, пробуй Гонконг, вкус и ладость. Что-то все языком. Смотри, Ба. Покажи, Никусь. Это Ника выбрала, это Поля выбрала. Ну, давай, рассказывайте, как. Обжоры. Вкусно? Ой, Полька наяривает. Ой, шоколад. Иди, иди, поокушайте. Не урони ягодки, а. Секолад? Ну что, Кать, на что похоже? Блин, как вкусно. Смотри, как попробуем. Чоколадный крем. Здесь шоколадное тесто. Блин. Вкусно? Я как будто как дома побывал. Крем, творожный крем. А, я попробую. А? Очень вкусно. Тебе нравится? Как в России пирожные. Такие же, да? Да. Теперь я знаю, что брать в Гонконг, когда мы приедем сюда. Пирожные. Вкусное пирожные с кремом. Видите. Вон, ребенок, вообще тащится. Давай. Нет, кушай, кушай. Ам. И опушивай. А вот мы и добрались до аллеи любви. Блин. До аллеи любви. Вот мы добрались до аллеи звезд. Ой, смотри, какая сколадка маленькая. Вау, маленький. Смотри. Блин. Вау. Продолжение следует... Мы на аллее звезд, блин! Вот эта звезда вообще! На этих фильмах я вырос! Джеки-чан! Дай-ка я сделаю фотографию! Особенно вот этой руке левой. Посмотрите, как он растопырил свои пальцы. Ого! Слушайте, у него такая большая рука что-то? У меня прям как раз прям подошла. А вот эта... Интересно, много таких фотографий в Инстаграме ходят? Брюслин! Брюслин! Ну, видимо, когда они придумали эту тему, Брюслин уже не было. Брюслин! 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»